Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я хотел бы с вами поговорить о недавней новости, которая касается эксклюзивов Microsoft, о ситуации с фанатами и о всей этой теме с подписками и играми, которая длится уже несколько лет. Перед началом видеоролика, как всегда, прижимай лайкусик, подписывайся на канал, и если ты не знаешь, где приобрести подписку или игры для своего Xbox, то заглядывай к ребятам из X Games. Парни неоднократно проверенные, и ссылку на них я оставлю в описании. Начну, пожалуй, с самого главного и не очень приятного. Пару дней назад беседка объявила о том, что долгожданные проекты под названием Starfield и Redfall переносятся на начало 23-го года. После этой новости произошел некий бум в сети, поскольку было очень много уверенных в обещаниях Тодда, а именно о том, что игра выйдет именно в супер-мега-красивую для проекта дату 11.11.22, ну а по поводу Redfall, по-моему, мало кто расстроился, ибо от него ничего такого обещанного и не было. Но в целом ситуация реально многим дала усомниться в том, что сейчас делает Microsoft. Наблюдая за комментариями в различных соцсетях, некоторые это восприняли даже положительно. Да, ибо можно заметить такие комментарии, как, ну, зато гиберпанка не будет, это пойдет проекту на пользу, лучше уж перенести, чем выпустить недоделанный продукт. И в целом я согласен с такими комментариями, ибо я тоже не хочу получать сырые проекты, в которых всякие баги, лаги и тому подобные вещи, особенно тогда, когда они мешают насладиться виртуальным миром, и из-за которых ты сталкиваешься с проблемами именно в миссии, что ты не можешь пройти какую-нибудь там главу или что-нибудь такое. Но на эту ситуацию нужно смотреть чуть шире. Дело в том, что в конце прошлого года сам Тодд Говард нам втирал, что игра уже готова, ее можно пройти от начала до конца, но самое главное было в том, что он уверен был в том, что игра выйдет в ноябре 22-го года. Проблем на самом деле бы не было, если бы это были лишь его слова без какой-то конкретной даты, но они ее поставили и выбрали непростую дату, тем самым уверили игроков, что она точно должна выйти. Ведь верующие в эту всю фигню доказывали всем до срачки в комментариях, что ну невозможно такого, чтобы они опрокинули эту замечательную дату. Как вы поняли, возможно. Самое смешное во всем этом, наверное, то, что в игру верят, игру ждут, и некоторые уже уверены в том, что это будет просто крышесносный проект. Ведь это все-таки Microsoft, ведь это все-таки беседка, но при всем при этом игра показана не была. То есть на данный момент все то, что у нас имеется про проект, это по сути словесное его описание, что там будет и как, и трейлер без капли геймплея. То есть если по сути, то все те, кто верят в эту игру, даже ее толком-то и не видели. Честно, за такой вот маркетинг и за такое вселение надежды в данном проект, и беседке, и майкам нужно выразить респект, что они без каких-либо там трейлеров, показов, как это делают другие, ну опять же а-ля с Horizon, и геймплей там показывали, и трейлеры, майки все-таки смогли обнадежить игроков, что это все-таки будет офигенно. Я бы даже добавил, что они это делают даже без каких-либо вложений в рекламу. Я сейчас не говорю, что игра выйдет плохой, ни в коем случае, но у меня реально закрадываются по этому поводу сомнения. Поскольку, знаете, за примером далеко ходить не надо, и можно посмотреть на прошлый опыт супер-мега-крутых проектов под крылом Microsoft, а-ля Halo Infinite. Ну и в принципе можно понять, что их слова про амбициозность, про масштабность и прочие такие красивые громкие слова, они не всегда подтверждаются делом. Нет, ну реально, вспомните Halo и рассказы о том, что там новый амбициозный движок, который, кстати, оказывается, не был показан в первом трейлере, и он вообще был выполнен на аутсорсе. Про их супер-мега-баттл пасс и поддержку игры в течение 10 лет, только вот почему-то за все это время существования игры они все еще не могут допилить кооператив, и еле как сделали второй сезон, который мало кому зашел. И опять же это все под супер-мега-крылом знаменитых Microsoft, которая до сих пор хвалится корпоративной этикой и говорит про творческую свободу. В общем, чтобы понять, как дела у Halo, достаточно глянуть графики игроков Стима. И да, если вдруг вы используете аргумент «Вся основная аудитория на Xbox», то я с вами соглашусь, но этот график показывает не только количество игроков, но еще и прогрессию ухода и прихода игроков, и у консольщиков будет что-то подобное, но с большим количеством людей, в лучшем случае. И знаете, самый кринж в том, что игра-то по сути является бесплатной, а в нее все равно как бы малоохотно играют. И вспоминая о Старфилде, чего-то грандиозного, на мой взгляд, лучше не ждать. Ибо после того, как игру, которая со слов разрабов была вроде как доделана, и в то же время нигде не была показана, что очень странно, кстати, переносит с очень символичной даты. Да, вы можете без конца надеяться, что это будет классно, ведь беседка, они такие молодцы, и когда-то там что-то крутое сделали. Это ваше право, я вас не осуждаю, но смотря правде в глаза, забудьте то, что было, и смотрите на сегодняшний день. Кстати, о творческой свободе. Я не знаю, как реально там у майков, но на мой взгляд, исходя из того, какие результаты мы видим, вернее, не видим вообще никаких результатов, эта вот свобода и прекрасная корпоративная этика говорит нам о том, что никто и ничего не делает, или делает, но не в таком нормальном количестве. Раньше, во времена Xbox One, при меньшем количестве студий, эксклюзивных проектов под крылом Microsoft, выходило больше. Кстати, интересный момент, именно выходило, а не разрабатывалось. Да, у майков, по слухам, множество проектов, которые в разработке, они всегда кичатся тем, что у них капец всего так много, что игроки не готовы к этому, мы каждый квартал там будем выпускать всякие игры, ну, короче, я думаю, вы сами все помните. Но у меня до сих пор коробит вопрос. Когда это? Неужто, опять же, нужно потерпеть? Напомню, как это было с 2019 года. Ребят, да, 19-й год был не особо классным в плане игр, но 20-й год будет просто отличным. Ребят, да, 20-й год был тоже, наверное, не особо классным в плане игр, но 21-й год обещает точно быть офигенным, ведь все-таки новое поколение, все дела, анекс-ген. Ну, сами понимаете, 21-й год это всего лишь начало новых консолей, там был ковид, еще что-то, но, короче, 22-й обещает быть точно насыщенным, Starfield, Stalker 2 и так далее. Ну, сейчас вы знаете какой год, и как думаете, какой год будет насыщенным. И знаете, это может, по сути, длиться бесконечно, но самое забавное, что, несмотря на стратегию геймпасса, которая подразумевает эксклюзивные проекты в дату релиза, этих проектов, по сути, мы не получаем в намеченный срок. И те, кто кичился в 21-м году, кстати, я помню таких ребят, что там Xbox получит Stalker 2, Starfield, Redfall и так далее, и типа, ух, что нас ждет впереди? Где это? Где? Вся претензия, на самом деле, исходит из самих Microsoft. Они обещают кучу проектов, но о проектах мы почти ничего никогда не знаем, кроме каких-то там кодовых названий или CGI-роликов. Хотя, опять же, студии у них дофига, а проектов нифига. Да, по-любому ярые фанаты скажут, да вот, и ты нифига не шаришь, ты там не любишь Xbox, разработка это дело не быстрое, нужно время. И знаете, ребят, я это слышу, наверное, с года 2019-го. И парадоксально то, что с каждым годом мы читаем статьи, там, что движки становятся более удобными, инструменты более простыми, но в то же время, почему-то, разработка якобы дорожает и в то же время начинает требовать больше времени. И, опять же, в то же время, NextGen'ом, по сути, не пахнет. Вспоминая времена 360-го, по сути, ребята делали игры из говна и палок, получается. Но в эти проекты до сих пор играют, и они выходили без каких-либо переносов. И выходили довольно-таки быстро. Как это объяснить? Если компания ничего не обещает, то с нее, по сути, нечего спрашивать. Но тут я хочу вспомнить конкурента Sony. Как бы они вам не нравились, они не кичат с корпоративной этикой, они не обещают кучу крупных каких-то там проектов, которые вот-вот выйдут уже на подходе. Они не говорят про творческую свободу. Чаще всего, когда анонсируют там игру, они показывают трейлеры, игровые моменты, потом рассказывают о нововведениях, как это было с Хорайзеном. И даже когда у них есть переносы, их игры все равно выходят красивыми. У них бешеный спрос. И вот у меня вопрос, а почему майки за все эти года, несмотря на все их силы, технологии, студии и тому подобные вещи, не смогли приблизить ни один свой проект по красоте, к примеру, да, того же Last of Us 2020 года? Как это объяснить? Объясняется это, скорее всего, простой стратегией Microsoft. С подпиской Game Pass не особо важно качество, им важно количество. И чем больше они будут клепать игр или там добавлять сторонних, тем больше они охватят аудиторию и сделают меньше издержек. Нежели они там будут разрабатывать один дорогостоящий одиночный проект, который провалится или который они там раздадут на халяву. Вы можете быть с этим не согласны, но вся вот эта вот история с переносами эксклюзивов там, с не таким классным качеством, загладится лишь парочкой проектов, которые уже вышли. Как бы сейчас не возмущались все вокруг, но после добавления, к примеру, Cyberpunk или же Den Light 2 в подписку Game Pass, основная масса игроков сразу же забудет о переносе эксклюзивов и скажет «Блин, Microsoft, да ты красава!» И это факт, и то самое наполнение подписки на сегодняшний день выглядит как таблеточка спокойствия. Фил, где вы эксклюзивы? Заткнись! Да, последняя надежда остается на ту презентацию, которая будет 12 июня, но после стольких обещаний, чтобы они показали что-то стоящее и самое главное выпустили в ближайшее время, но на самом деле надежды на это реально остается мало. И пока, по слухам, в этом году может якобы выйти к проекту Контрабанда, который, кстати, тоже не показывали. Я не знаю, как вы, но мне нравится платформа Xbox, это моя основная платформа, на которой я играю по сей день, и я желаю, чтобы у Майка все было наконец-таки хорошо, но вся вот эта вот вера в будущее Xbox с каждой такой новостью не особо вселяет надежды. И тот самый Фил кажется уже просто каким-то мемом, который только смог раздать игры, которые уже вышли в подписку. Кстати, на самом деле, к Филу должно быть больше всех вопросов, поскольку именно он должен отвечать за контроль всего подразделения, но, видимо, всех это устраивает, раз после того, как они увидели проекты беседки, они все очень широко улыбались. Короче, ситуация на самом деле кринж, напишите, что думаете по этому поводу, спасибо, что смотрели, если солидарны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова